Всем привет, друзья мои, с вами я Светлана Ата, я участница марафона с Катей Гуру, восьмой сезон, я проживаю в Турции, в городе Мерси, в красивом чудесном месте, можно так сказать в раю. И каждое утро мое начинается с 10 тысяч шагов. Надеюсь, что это видео придаст вам силы, веру в себя и мотивацию, что каждый человек может меняться. Ну и посмотрим, какая поменяюсь я. Средиземное море, пальмы, зелень, солнечная теплая погода в дневное время. Все предрасполагает меня к изменению к моей жизни, к этим утренним пробежкам после йоги. Это просто кайф, любить себя. А так выгляжу я. У нас сегодня встреча в клубе лучшей жизни в городе Мерсине, которую я, так можно сказать, организовала. Поэтому я после йоги, после пробежки еще и буду заниматься с девочками. Пока нас мало, но мы в тельняшке. Мы занимаемся в нашем клубе не только йогой, а также растяжкой. Делаем какие-то упражнения, прыгаем на скакалке, рисуем нейрографику и пьем кофе. И, естественно, у нас болталка, на которой мы мотивируем друг друга, рассказываем такие истории из прошлой, из настоящей жизни. В общем, девочки, это просто классно. Катя, большая тебе благодарность. Сегодня какой-то праздник для детей. Что-то готовится. Сцена. Очень интересно. Суббота, друзья мои. Когда вы увидите, не знаю, но показываю. Буду обратно возвращаться после моих 10 тысяч шагов. И покажу вам. Концерт начался, представление. Детки постепенно собираются. Сегодня у меня такое все полезное. В каком смысле полезный обед? Правильный. Сейчас, вот видите, варю себе картофель. Сделала зажарку лука. Чесночок с петрушечкой. Тут у меня варится цветная капуста. А здесь делаю салат турецкий из моркови. Получилось недавно. И также брокколи отварю. Ну, а здесь я перемыла испанак. Что-то мы в последнее время подсели на овощи. Но так нужно. И вот сейчас брокколи, видите, буду отваривать его тоже. Выпили кофе с Ашкемом. Кушать захотелось уже. Погода. Погода изменилась. Ночью, оказывается, был небольшой дождь. Но я утром не почувствовала набережные дождя. Наоборот, солнечно было. Ну, как-то так. Когда пасмурно. Не хочется ничего делать. Я теперь понимаю состояние тех людей, которые живут в таких странах, городах, где солнышко, наверное, больше часа в день видят. Поэтому заряжайтесь хотя бы от моих видео позитивным настроением. Смотрите, какое есть солнышко и в других странах. Пошла я готовить. Сегодня вот такое у меня самое полезное питание. Как я соскучилась. Кстати, я сейчас, знаете, что сделаю? У меня же есть тушенка. Я ее открою и сверху покушаю. С картошечкой. Ммм, обалдеть, друзья мои. Как вкусно, как у мамы. Какой я сегодня приготовила моему Ашкему ужин. Такой салатик вкусненький. Морковочки, салатик, испанак. А здесь я готовлю видео на YouTube. Сегодня я пришла в Марину. Решила зайти вовнутрь, потому что все равно каждый день сюда прихожу. И давно-ка я здесь не была. Хочу просто побыть одной в таком красивом месте. Посмотреть, кто сегодня в субботнее утро посетил Марину в такую прохладную погоду. Мой любимый твист. Какие красивые расцветки. Ботики. Новые сапожки. Смотрите, какие красивые, да? А цены? Жакет. 1150. Трикотаж. Что здесь, тут здесь. Скидки, скидки сейчас. Боты. 800. Вот эти вот. Килоклык. Килоклык. Что там? 200. 2000 лир. Скидки. Ну, отлично. Все это-то хорошо. Но куда мне это все носить? Вы же знаете, я в том году очень много сделала покупок. Я туфли купила, свои черненькие. Помните, в другом городе две пары. Зелененькие одела два раза, а черные вообще не одевала. Вот что делать? Вещи полно, а носить некуда. Некоторые меня спрашивают, некоторые спрашивают, мой любимый ходич, где я покупаю сумки в этом бренде. Спрашивают, почему вы не покупаете там что-то новое? Ну, куда покупать? У меня шкаф ломится, я еще не выходила не в платье своем, которое купила на Новый год, только в квартире. Не мой костюм такой, я никуда не выходила в нем. Дома на день рождения одела сиреневая блузка, юбка такая красивая в твисте. Вы понимаете, что зачем складывать мне, зачем нужно? Я, если бы одевала, вот может в этом году и как-то буду больше общаться, выходить свет. Но посмотрим потом. Вот так вот покупать-то можно, а куда одевать? С мужем выходим там. Ну, не находишься, друзья мои, не находишься. Это нужно... Специально мы в основном выбираем такую спортивную обувь, потому что далеко ходить. Ладно, если бы машина была, то другое дело. Мы можем, допустим, выходить, какие-то ездить далеко, и я могу и на каблуках носить. Я босоножки свои малиновые в этом, этим летом вообще не одела. Только вот этих на низкой подошве, босоножках, белые, черные, все, прошла. Когда человек работает, он каждый день одевает, а я-то хозяйка сама себе. Вы понимаете, какой кайф. Поэтому и мне некуда ходить и выносить мои вещи. И сейчас я не вижу необходимости покупать их и хранить в шкафу. Посмотрите, как я замоталась. Действительно, очень холодно. А здесь без масок нельзя, надо и масочки. Пойду посижу, посмотрю на кораблике. Друзья, я сегодня... Мне такое выпало. Небольшое путешествие. Вот я себе его и сделала. Благодарю Вселенную. Но еще день не заканчивается. Посмотрим, что меня ожидает дальше, мои дорогие. Ну, покажу вам сейчас. Иду. Много людей так нету. В принципе, давно я здесь не была, если честно. Айпекьёль, моя любимая. И пекьёль, и пекьёль. Видите, так много людей-то и нету, да, в кафетериях. А зачем мне люди? Я пришла кайфовать от жизни сама. Посмотрите. Вот такую красоту я пришла. Акция, корректор350! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Какая я голодная прибежала домой Заварила чай быстро в ванну Жарю такую пиццу Из лавашадного Ставьте лайки, подпишитесь на мой канал Нажми на колокольчик и на все уведомления